В этом году у нас вышел очередной фланкер аромата Far Away от Avon знаменитого аромата. Оригинал был выпущен в 1994 году и к 20-летию этого аромата сделали фланкер в линейке Gold. Назвали Far Away Gold. Флакон в очень похожем оформлении, но вот как в золотой капле и с этой черной кисточкой. Кстати, носом этого аромата является Калисбекер, которая сделала множество ароматов для Киллиан. Это очень круто. Также Калисбекер делала аромат Jador для Dior и какой-то из его фланкеров. Secret Obsession для Кельвин Кляйн, тоже ее работа. Ну и какие-то еще другие. Сейчас уже точно не вспомню. Было, конечно, и этот факт, то, что сделала именно эта женщина. Было интересно приобрести этот аромат еще из-за этого. Я не могу себя назвать большим поклонником классического Far Away. И для меня он очень своеобразный. Я даже не могу сказать, что в нем что-то плохо или что какая-то конкретная нота для меня не та. Он у меня есть. Так, чтобы было. У меня флакончик имеется. Но я им пользуюсь крайне редко, под большое настроение. Потому что для меня он все-таки как какафония в некотором смысле. Я не всегда могу его понять. Я не всегда могу его на себя натянуть. Если можно так выразиться. В общем, какой-то он немножечко немой. Но с фланкерами я всегда знакомлюсь с большим удовольствием. Считаю, что в принципе, как и оригинал, он достоин внимания в любом случае. Он достоин того, чтобы его попробовать с ним познакомиться. Так и фланкеры всегда интересны. Давайте я вам зачитаю, какие ноты заявлены здесь. Здесь у нас иланг-эланг, жасмин, мадагаскарская ваниль, амбра, кокос и фруктовые ноты, персик и апельсин или мандарин. Большинство этих нот есть и в оригинальном аромате. Но вот этот, как младший брат, я его называю, мне кажется, он более носибельный, по крайней мере для меня. Они в принципе очень сильно похожи с оригинальным фаруэй. Если вам нравится оригинальный фаруэй, то есть смысл знакомиться и с этим вообще. Искать какие-то различия хотя бы. Ну, лучше в пробнике, потому что, может быть, вам покажется, что они двойники. Они не двойники, они очень похожи, но этот полегче. Этот более дневной, если хотите. Более носибельный, более для всех, так скажем. Он попроще. Он мне более понятен, он мне более приятен. И, в принципе, он мне понравился немножко больше. Хотя не могу сказать, что я буду его большой поклонницей. Я здесь использовала, ну, примерно вот посюда, насколько я вижу на просвет. Ну, и не могу сказать, что я прямо ему пиваюсь и люблю, не могу. Слышу хорошо ваниль, но эта ваниль не такая густая, как в его старшем брате. Слышу немножечко кокос, но этот кокос не такой сладючий, не такой густой, как в его старшем брате. То есть, немножко полегче, немножко более колючий, немножко такой нагловатый, но как недозрелый какой-то, что ли. Но это на мое воображение. Я не знаю, что такое недозрелый кокос. Просто он, возможно, для меня не такой густой, сладкий, а слегка позеленее. Цветочные ноты здесь очень хорошо ощущаются. Для меня здесь солирует все-таки больше жасминовая нота. Кто-то больше здесь находит и ланг, и ланг. Ну, в общем-то, вот так. Такой для меня это аромат. Очень похож на классический фаруэй, но более носибельный, более легкий, более понятный. Также в линейке Today, Tomorrow, Always вернулся аромат Always. Это самый зеленый и самый легкий аромат из всей троицы. Точнее, уже четверицы. Потому что добавился, в принципе, уже давно добавился forever. Многие возлагали большие надежды на его возвращение. Искали повторение того самого Always, который он был раньше. Но у меня сейчас нет старого Always. Он у меня когда-то был. Я его закончила с большим удовольствием. Мне вообще нравится эта линейка. У Avon, я считаю, что это богатые, достойные ароматы. Единственное, они в свое время поднадоели, конечно, всем. Потому что звучали, ну, из каждого угла, буквально от каждого носового платка. Конечно, это может отвратить от себя. Любой аромат может отвратить от себя, когда звучит из каждого угла. Ну, так вот. Был он у меня в свое время. Закончился благополучно. Я повторила его с большим удовольствием еще раз. Но это уже другой аромат. Явно другой. Он более водянистый. Более как разбавленный, что ли. Легкий. Не такой богатый. Здесь сейчас заявлены желтый тюльпан, старфрут и бессмертник. В принципе, приятное и интересное сочетание. Звучит он приятно и интересно, но не более того. Раньше он звучал гораздо интереснее, гораздо лучше, богаче. Раскрывался, долго раскрывался. Буквально переливался различными нотами. А сейчас он, ну, какой-то вот такая дневная, очень-очень простая туалетная водица. Да, легкая, да, зеленая. На мне не дает никакого мыла, к счастью. Буду носить, в принципе, но абсолютно без тех восторгов, которыми я могла бы осыпать тот аромат, каким он был раньше. Сейчас, к сожалению, уже совсем не то. Также новинка этого года парные ароматы. Амбра для мужчин и для женщин. Это их коробочки и это их флакончики. Для мужчин и для женщин. Для женщин мне очень понравилось, как оформлен в виде такой, какой-то капли меда, либо капли янтаря. Только ради оформления было бы интересно купить. Мужской я заказала, кстати, оба их я заказывала в слепую, без тестирования, только по описанию. Почему я захотела заказать мужской? Не удивляйтесь, это не для мужа, это для меня. Я его заказала себе. Ну, там, с той мыслью, что если вдруг он будет чересчур мужской, то да, до мужа. Но по описанию мне казалось, что он будет не чересчур мужской, это будет как раз то, что я хочу. Так оно и оказалось. Мужской мне понравился даже больше, чем женский, потому что он для меня как-то побогаче. Ну, давайте я вам зачитаю ноты и потом уже поговорим. Аромат у нас позиционируется как шипрово-гурманский. И в верхних нотах у него масло мандарина и сочные ягоды. В сердце абсолют розы, жасмин и розовое дерево. А в базе амбра и жидкая карамель. Что я для себя уяснила также в ароматах Avon, то что амбра у Avon очень-очень синтетическая. То есть понятно, что натуральные амбры нигде в ней не положат никакой аромат. Но в Avon какая-то она уж очень синтетическая, очень искусственная, скользкая, какая-то мокрая. В общем, не совсем та амбра, которую я знаю, которую я хочу находить. Но, в общем-то, если не воспринимать ее как ту классическую амбру, которая у меня есть в голове, то в принципе, как какой-то другой элемент можно ее воспринимать. Можно ее принять и понять. Но непохвальная здесь амбра, если ее воспринимать именно как амбру. Не настолько мне понравился этот аромат своими также ягодами. Не то, что даже не натуральные. Хорошо, натуральности я не жду. Они какие-то даже не конфетные и не как, не знаю, ароматизатор ягодный. Они какие-то очень-очень-очень разбавленные. Вот прям сильно разбавленные. Карамель очень разбавленная тоже. Какие-то еще ноты очень разбавленные. Что здесь не разбавленные, так это цитрусы. Но цитрусы здесь мыльноватые. Поэтому этот аромат я не могу сказать, что я рекомендую носить его сам по себе. Здесь, кстати, неплохие цветы. Именно роза, конечно, не натуральная, конечно, она не густая, не масляная, не бадуарная. Она более-менее такая, тоже искусственная, но она неплохая. И этот аромат у меня сейчас по большей части для того, чтобы миксовать его с мужским ароматом из этой же серии. То есть я их ношу по большей части вместе. Так как этот довольно серьезный, довольно густой мужской, может показаться даже явно мужским. Я его миксую с вот этим ароматом, который, как я сказала, он больше такой разбавленный, какой-то несерьезный. В котором и цитрусы такие легкие, и амра такая скользкая, и цветы довольно такие негустые. И давайте я вам все-таки расскажу про этот аромат. Позиционируется он как восточно-древесный. И в верхних нотах у нас бергамот и перец. В сердце кардамон, сандал и мох. И в базе золотистая амбра. В этом аромате я очень хорошо ощущаю кардамон, бергамот и перец. Бергамот и перец, мне кажется, звучат наиболее ярко. Кардамон придает особой какой-то пикантности. И, как мне кажется, мох придает ему некоторой брутальности. И, мне кажется, кардамон с мохом и с бергамотом образует какую-то некоторую, знаете, алкогольную композицию. Не как спирт обыкновенный в парфюмерии, а именно как что-то коньячное, что-то типа бренди. Вот что-то такое. Но вот именно брутальное. Не очень хорошо на мне, может быть, это сидит. И именно поэтому отлично сочетается с этим полупрозрачным женским вариантом. Этот гораздо менее насыщенный, гораздо более легкий и жидковатый вариант отлично сочетается с мужским, который более густой, более, кстати, теплый, округлый. Здесь, конечно, наверное, та же самая амбра, но она здесь теплее, мягче, круглее, не такая жидкая и скользкая. Вместе они образуют очень даже хорошее сочетание, которое мне, в принципе, на мне очень даже понравилось. Я ношу, примерно, ну так, один к одному их смешиваю и получается интересный вариант носибельный. Если вы практикуете такие миксовки, особенно с мужским парфюмом, то советую попробовать. Ну, конечно, лучше на пробниках вслепую сразу купить два таких флакона, это будет как-то опасно. На сегодня это, наконец-то, все. Спасибо всем, кто дошел до конца. Надеюсь, что было интересно вам и надеюсь, что видео было полезным. Может быть, кого-то уберегло от ненужных трат, а может быть, кому-то присоветовало нужную полезную покупку. Пишите, что вы думаете обо всем этом, что вы из этого всего пробовали, понравилось вам и что не понравилось. И всем спасибо за внимание. Пока-пока.